Впервые нашему городу выпала честь представлять Новосибирскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года», который состоялся в городе Рязань. Молодой берский педагог Екатерина Блохина и ее коллеги из группы поддержки рассказали нашей съемочной группе об участии в профессиональном конкурсе, его итогах и своих впечатлениях. В минувшую пятницу в городском отделе образования состоялась пресс-конференция по итогам 8-го всероссийского конкурса «Воспитатель года». Он проходил с 7 по 12 ноября в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина. В конкурсе принимали участие 75 регионов страны, от каждого по одному представителю. Была огромная работа проведена по подготовке в кратчайшие сроки. Мы узнали об участии практически за два месяца до начала конкурса. Вот это было очень ценно. Жаль, конечно, очень жаль, что нельзя ездить ежегодно региону одним и тем же людям, скажем так, на конкурс. А опыт мы приобрели огромный. Наш регион представляла воспитатель Бердского детского сада номер 19 Екатерина Блохина. Она была в тройке самых молодых участников. По словам ее коллег, Екатерина – воспитатель по призванию. Она, на самом деле, воспитанница нашего детского сада, выпускница 1996 года. И в настоящее время она сразу после окончания педагогического училища пришла к нам в детский сад. И все это время она работала у нас воспитателем. Работала на разных группах, с разными детьми разного возраста, с разной специализацией, на общеразвивающих группах, на комбинированных группах для детей с нарушением речи. У нее очень удачно и умело получается общение с детьми. По результатам конкурса Екатерина не прошла в финал, но попала в двадцатку лидеров. Вообще, я очень люблю детей. И с детьми, проводя педагогическое мероприятие, было очень легко. И детям было со мной интересно. Эта тема, которая нам выпала, конечно, была довольно, казалось бы, сложная такая для среднего возраста. Нисколько сложно не было с детьми из Рязани. Дети, что в Берске дети, что в Рязани дети. Дети остаются детьми. По словам Екатерины, главным для нее стало именно участие в конкурсе, так как она узнала много нового и получила хороший опыт. Домой она привезла диплом и серебряный знак «Раковина с жемчужиной». «Раковина с жемчужиной»